Мудрый и дальновидный политик, сильный и смелый реформатор, искусный дипломат. Именно таким мировая политическая элита знает Нурсултан Назарбаева. Этот внушительный и фундаментальный авторитет лидер Казахстана завоевал за 30 лет на посту первого президента страны. И вот на пике славы, выстроенной им сильной державы, Нурсултан Назарбаев оставляет пост главы государства. Добровольно и с большой благодарностью великому народу Казахстана. Это мой последний указ в качестве президента. В заключение, родные соотечественники, я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия, счастья, всего самого доброго. Чтобы вырастили детей, спокойно жили, верили всегда в наше прекрасное будущее. Недооценить объективную историческую роль Нурсултана Назарбаева в развитии Казахстана невозможно. На его долю пришлось самое сложное время. В самом начале пути, присягнув Конституции, на верность государству и своему народу он пообещал, что сделает все, чтобы превратить страну в благополучную и процветающую республику. И вот спустя почти 30 лет ему это удалось. Однако этот путь был, что называется, сквозь тернии, с нуля. На осколках распавшейся империи Советского Союза он построил новое государство. Вывел страну из страшного кризиса, когда в начале 90-х люди остались без работы, без денег, без надежды на светлое будущее. В домах, школах и больницах не было отопления и электричества. Из всех постсоветских государств Казахстан, пожалуй, больше всех тогда пострадал от распада СССР. Вся промышленность страны была в прямом союзном подчинении. Наступила массовая остановка предприятий. И вот в этой ситуации надо отдать должное главе государству, Мурславович, вам, когда вы взяли на себя всю ответственность. И после распуска парламента в 95-м году, в очень короткий срок, буквально за 5 месяцев, с марта по август, подписали почти 100 указов, которые имеют силу закона. И это были рыночные законы, непопулярные, не очень, наверное, выигрышные в общественном мнении. Но в то же время они, именно они дали толчок для развития наших реформ. Это законы о земле, о собственности, о занятости, о приватизации. Первым на территории постсоветских государств принял Казахстан налоговый кодекс, ряд важнейших сводов законов. И именно они и определили экономический рост, а значит и рост благосостояния населения. Он, Назарбаев, сделал то, на что не решался никто из его соседей. Он сразу провел приватизацию. Он дал возможность прийти в Казахстан большим деньгам. Экономика заработала, предприятие открылось. Люди получили работу, деньги, и началась для Казахстана новая жизнь. Я вспоминаю те годы, когда у нас в стране шли бесконечные споры, а можно ли приватизировать, а можно ли пускать иностранный капитал, а не будет ли это ошибка, а не будет ли это преступлением. Назарбаев никаких этих дискуссий не вел и время зря не терял. Благодаря этому Казахстан очень быстро восстановился и двинулся вперед. С тех лет зарубежный капитал в Казахстан инвестируют без каких-либо опасений, потому что в стране созданы беспрецедентные условия поддержки иностранного бизнеса. За годы независимости в стране удалось создать миллионы рабочих мест, построить больше 130 миллионов квадратных метров жилья, построить сотни больниц, школ и детских садов. При столь динамичном развитии Нурсултан Назарбаев не забывал и о самом главном, о будущем молодого поколения. Именно по его инициативе была учреждена международная стипендия «Булашак». Мы были первый набор образца 1994 года. Вызвали меня на собеседование. Вот сидит комиссия, профессор Циммер во главе этой комиссии. Вот, читает моё резюме и говорит, вот есть такая возможность, если хочешь, мы можем так сделать, что ты у нас ещё останешься, поработаешь. Я говорю, вы знаете, это очень заманчивое, конечно, предложение, но у меня есть обязательство перед нашим президентом, я должен вернуться, работать в Казахстане. На века останется в истории человечества Нурсултан Назарбаев и как самый миролюбивый политик. Одним из первых шагов сразу после обретения независимости стал отказ от ядерного оружия. Были желающие в Казахстане сохранить его, а за границей купить его. И Назарбаев, ну, немало заработать на таких сделках, но он нашёл в себе мужество и политическое дальновидность, его сказалось, он отказался от ядерного оружия, и это большое дело, потому что другие властители от ядерной бомбы не отказываются, а наоборот пытаются создать, создавая тем самым огромные угрозы для всего мира. Не допустил Нурсултан Назарбаев и хаоса внутри страны. Ни экономического, ни политического, ни самого главного – межнационального и межконфессионального. Он сплотил в одну семью представителей 125 народов, проживающих в Казахстане в полном мире и согласии. Впервые в истории первый президент Казахстана построил уникальный институт единства наций – Ассамблею народа Казахстана. Построил Нурсултан Назарбаев и новую столицу, которую по праву сегодня называют «сердцем Азии». Под руководством Ельбаса страна вошла в число 50 конкурентоспособных стран мира. Впереди еще одна амбициозная цель – твердо и уверенно войти в число 30 государств с самыми высокими стандартами жизни. Словом, таких высоких, но вполне достигаемых задач у молодого Казахстана немало. И в том, что уже в перспективе нескольких лет страна удивит, если не весь мир, то уж точно ближайших соседей сомневаться не приходится. За 30 лет своего руководства страной Нурсултан Назарбаев создал крепкий авторитет Казахстана. А по примеру, развитие молодого, но уже весьма сильного и успешного государства наверняка будет развиваться еще не одна страна, которая непременно в основу своей государственности возьмет казахстанский курс развития. Лаура Байбачанова, Нурсулу Нуртаева, ЖТКОН.